Башенный кран рухнул на 18-этажный жилой дом на улице Альберта Камалеева. Кран повредил облицовку фасада, балкона и квартиры верхних этажей. Обломки дома обрушились на автомобиле. Жильцы по счастливой случайности не пострадали. На месте происшествия побывал Айрат Назипов. Он и расскажет о возможных причинах и последствиях. По предварительной версии, кран обрушился в районе 5 часов вечера, когда на улице бушевала непогода. Многие жители в этот момент находились не дома. Мамочка, упадает! Момент падения зафиксировали жильцы соседнего дома. На видеозаписи видно, как конструкция, шатаясь от сильного ветра, рухнула на многоэтажное здание. В момент падения в кабине находился крановщик. Мужчина смог выбраться из крана и самостоятельно спустился вниз, где его позже осмотрели медики. Предварительно он получил травму и средней степени тяжести. Других пострадавших не было. Если не считать тех, чье имущество было повреждено. Там вот с той стороны квартира моего товарища, короче, ну вот она больше всех пострадала, потому что там стрелой, короче, просто ее прошило, короче. Там ни потолка нет, ни пола у нее. В результате падения была повреждена облицовка дома, а также три балкона на 14, 15 и 16 этажах. У некоторых квартир разбиты стекла. Люди говорят, части от упавшего крана влетали им прямо в комнаты. Благо, никого не задели. Кроме того, досталось и припаркованным машинам. В общей сложности пострадали шесть автомобилей. Сегодня их владельцы решали вместе с представителем застройщика, кто и как будет возмещать убытки. На САГО есть? На САГО не поможет, да? На САГО? ДТП не ходят. Давайте мы с вами так сделаем. Надо ее будет посмотреть. Территория около дома огорожена. В поврежденную секцию никого не пускают. Накануне вечером только разрешили забрать документы и домашних животных. Но жильцы надеялись на большее. Завтра, может, пустят, Белик. А сейчас? А сейчас нет, за вещами только. Сейчас застройщики ждут экспертного заключения, можно ли пускать людей в поврежденную секцию дома. До результатов экспертиза проход туда будет закрыт. Аварийные секции, где произошло, как раз все-таки расселены. Расселены по гостиницам. Часть жильцов разъехалась по своим родным, близким и друзьям. Вопросы расселения сейчас решаются. Номерной фонд мы смогли найти, несмотря на проведение в городе чемпионата. По допуску ждем заключения от МЧС и специалистов, которые проводят сейчас обследование. Расследованием причин падения экрана занимается Казанское отделение при Волжском управлении Ростехнадзора. Какие-либо выводы, говорят специалисты, делать пока слишком рано. Для расследования причин падения экрана сейчас создаётся комиссия, которая будет устанавливать причины падения экрана. А предварительно пока, вроде как говорят на объекте, что был порыв ветра, который и кран сдвинул с места, он и снес тупиковый упор и упал на жилой дом. И добавляет, в пользу этой версии говорит и то, что это был единственный подвижный кран. Остальные более жестко закреплены. Оценка ущерба на сегодняшний день производится. То есть наши специалисты смотрят как и фасадную сторону, так и по возможности по квартирам. Как говорит представитель застройщика, компания восстановит фасад дома и полностью компенсирует ущерб пострадавшим. Как только будут точно известны причины случившегося и размер причинённого падения экраном ущерба. Айрат Назив, Квадаримул Ахметов, написание Нязово и Константин Буршуев. Вызов 112. Двенадцать.